МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нелли Деминова, первый руководитель ансамбля «Ивушка». Нелли, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня пришли. Тамара Попова, руководитель ансамбля «Ивушки» с 2015 года и по сей день. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии Вера Дудко. Вера, здравствуйте, участница ансамбля. Ирина Ананина. Ирина, здравствуйте. И Михаил Басов. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию, что нашли время в такой морозный день. И я совсем недавно с вами познакомилась. Я вас увидела на одном из мероприятий и была просто очарована вами. Каждый из вас, сколько задора, радости, удовольствия от вас. И я думала, что, ну вот, возраст, третий возраст, да, хочется дома посидеть. И я знаю, что у каждой из вас семьи большие, и дети, и внуки. Но, тем не менее, вы почему-то предпочитаете не сидеть дома, а приходите на мероприятия, причем делаете это абсолютно бесплатно, благотворительно. Выступаете на многих мероприятиях в нашем городе, в пригороде. И это так трогательно. Откуда вы черпаете столько задора, силы и вот этого удовольствия, которым потом делитесь все с вашими зрителями? Откуда это? Ну, русская песня, она везде звучит. Если не будем петь русские песни, когда мы поем русские песни, Россия процветает, и Россия будет жить. Так что наш ансамбль – русская песня. Ваш репертуар, да, действительно, это русские любимые песни, которые многие из нас знают. И сегодня мы прямо в самом начале программы хотим подарить нашим слушателям и зрителям одну из ваших песен. И споете вы ее сегодня вживую для всех нас, и с удовольствием все послушаем. Песня называется? «За тихой рекой». «За тихой рекой». Сейчас мы дождемся музыки. «За тихой рекой», «Березовые рощи» «Распустится первый весенний цветок». «Я загадаю желание попроще». «Не перекрестившись, взгляну на восток». «Охразится небо, обогренное зарею». «И вечное солнце над миром зайдет». «И белая птица взлетит над землей». «И Божье прощенье себе спринесет. «И белая птица взлетит над землей». «И Божье прощенье себе спринесет. «И что-то большое откроется сердцу. «Такое, что в жизни твоей не объять». «И станет спокойно». «И сладко, как в детстве». «Когда внимала меня, моя мать». «И станет спокойно». «И сладко, как в детстве». «Когда внимала меня, моя мать». «Маи-то святая, слезами прольется. «Христовой любовью исполнится грусть». «И в это мгновенье душа прикоснется». «Великой вселенной». «По имени Рус». Огромное вам спасибо. И еще раз нашим слушателям и зрителям скажу о том, что в нашей студии сегодня ансамбль «Ивушка». Нелли Деминова, Тамара Попова, Вера Дудко, Ирина Ананина и Михаил Басов. Спасибо вам большое за исполнение. Жаль, что в нашей студии нельзя танцевать. Потому что вы еще и, кроме того, что поете, вы еще украшаете свои выступления танцами. Вы, конечно же, молодцы. Как ваши близкие, ваши родственники, ваши семьи относятся к такому вашему увлечению? Что они говорят? Мои внуки, например, они меня во всем поддерживают. Когда бабушка поет, они всегда улыбаются и слегка-слегка подтягивают. Даже со мной танцевали «Игра и гармонь» была в парке. Я пела там частушки, а мой Артем, Роза, Дианочка танцовкой занимались на сцене. И потом Артем и Роза висели на плакате. Было оформление в парке. И они многие лета висели на плакате в парке. Получается, что есть кому продолжать вот эту музыкальную династию, да? Я очень рада. Для меня было очень удивительно узнать, что у вас нет музыкального образования. Вы так хорошо поете. Как такое может быть? Ну, это привет, наверное, с детства. Вы с детства поете все? Ну, многие из нас поют, кто-то тоже там дома сам поет, там, да, в душе, там, и так далее. Ну... Обычно этому учат родители. Мы знаем, что у каждого в семье были посиделки. Все праздники. Родители собирались за круглым столом, звали соседей. Я это помню с детства, что они пели песни. А мы, мы прислушивались, как они поют. Мое все вот это вот значение, как я пою сейчас уже, это от мамы. Мама прекрасно пела. И вот все, как она пела, я перенялась сейчас от нее. Геной, получается, Геной такой пример. Вера, у вас, я знаю, что вы многодетная мама. У вас восемь детей. Да, у меня восемь детей, восемнадцать внуков, шесть правнуков. И среди правнуков, ну, тоже вот три годика, он уже сидит и напевает, если я пою, он мне помогает. Правда, они все слова выговаривают, но пытаются что-то петь. А среди внуков у меня есть две внучки. Это Лера и Анечка, они тоже поют. Вот тоже ваш репертуар подпевают вам? Да, они подпевают, но у них есть свой репертуар. И даже у Леры, у нее даже записаны песни есть. Вот. У меня тоже это от родителей пошло. Отец играл на гармонии, мать пела. Вот. И как бы вот это все шло. Бабушка пела, очень здорово пела. Все-таки семья, да, как важно, задает такой вот пример. Ирина, а ваши как близкие? Мне сказали, что Ирина у вас одна из самых молодых участниц, да, ансамбля и надежды все на нее. Да, да, да. Подготовим ее, передадим как молодому специалисту нашему ансамблю. Ну, как они относятся к кому-нибудь? Не знаю, всем очень нравится, что я заниматься стала вот именно пением. Меня пригласили. У нас был юбилей, у Михаила Семеновича был юбилей. Они меня услышали, когда я начала петь частушки. И они сразу пригласили меня, говорит, приходи к нам в наш ансамбль. Потому что сразу номер телефона Тамара Михайловна мне дала. И все. Я не отказалась и думаю, ну ладно, попробую. И мне очень нравится с ними. Они такие задорные. У них прямо они с душой и все. Вот у них, хоть они все в возрасте, да, но мне вот прямо к ним тянет. Как вот домой идешь, вот, и меня к ним тянет, потому что надо вот, когда репетиция, я бегу к ним, потому что я не могу их подвезти. Я всегда с ними рядом, куда-то поехали. Я всегда никогда их не брошу, потому что они у меня хорошие. Все красавицы. И у нас сейчас есть возможность из первых уст узнать, как происходит такая преемственность поколений. На прямой связи с нашей студией из Москвы. внучка Тамары Михайловны, Инна Вербицкая. Инна, здравствуйте. 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 Рада вас слышать. Как Москва? Как погода в Москве? Ой, ну вы знаете, холодно. Да, и у нас холодно за окном. А в студии у нас очень тепло, потому что в студии такие теплые, светлые люди, такие радостные, с такими чудесными голосами, которые не могут не согреть. И это ансамбль «Ивушка». И руководителем ансамбля сегодня является ваша бабушка Тамара Михайловна Попова. Она вот сейчас прямо очень расчувствовалась, потому что вы на связи. как часто общаетесь со своей бабушкой и поддерживаете ли вы ее вот в таком ее творчестве? Ну, с бабушкой мы общаемся достаточно часто. И я у нее гощу, и она ко мне прилетает тоже в гости. Относимся мы, конечно, очень положительно. Мы всей семьей гордимся тем, что она у нас такая энергичная, такая вот предприимчивая. И, не знаю, она, наверное, уже рассказала, что 16 декабря ей исполняется 73 года. И в это невозможно поверить. Соглашусь с вами. Она прекрасно выглядит. И самое главное, вот энергия, которая в ней есть, она такая неиссякаемая. И это очень добрый, очень добродушный, отзывчивый человек. Она всегда помогает людям, чем может. И многие люди очень хорошо к ней относятся. И, возвращаясь к творчеству, конечно, не могу не отметить, что мы своей, нашей семьей очень гордимся тем, что она в таком, назовем это, преклонном возрасте, она вот как молодая девчонка. И на связи всегда, когда она у меня бывает в гостях, она всегда на связи со своим ансамблем. Всегда она что-то там решает, договаривается, какие-то дает указания. В общем, ну, молодец. Инна, спасибо большое. А сами-то вы как к русской песне подпеваете, бабушки? Вместе поете? Ну, я не могу сказать, что я сейчас ей подпеваю. Но вы знаете, когда я была ребенком, там, мое глубокое детство, у нас дома всегда звучали и романцы, и русские народные песни, и были застолья. То есть мои воспоминания о детстве, они очень тесно связаны с пением и с бабушкой. Инна, спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами. Может быть, Тамара Михайловна скажете несколько слов своей внучке? Дорогая моя, я так скучаю по вас. Ну, скоро, наверное, опять приеду в гости. Спасибо тебе большое, что ты с нами побывала в эфире. Да, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что в нашем прямом эфире приняла участие Инна Вербицкая, это внучка Тамары Михайловны Поповой. И я очень рада, что вот так вот мы про семью заговорили, что это вот такое важное, да, единое, целое, что вот эта вот поддержка близких, она ни с чем не сравнима, да, это такое ценное, такое настоящее, что так хорошо, что это есть у вас, у всех. И поскольку мы сегодня уже все-таки все равно заговорили про возраст, да, и вы этот возраст не скрываете, и внучка сказала, да, что вам исполняется, даже язык не поворачивается эту цифру называть, глядя на вас, Тамара, у вас в основном вот люди такого преклонного, да, возраста, во что невозможно поверить, потому что у вас энергии очень много, вы танцуете с таким удовольствием. И вот на том мероприятии, на котором я вас увидела, молодежь там, ну так относительно, да, молодежь, но те люди, которые были моложе вас, многие сидели, да, а вы вообще каждую песню вы сопровождали танцем, еще выходили под другие песни танцевать, и не устали, и такие радостные, и счастливые, и еще вы, мне кажется, продолжили. Расскажите немножко вот о ваших соратниках, о тех людях, которые в вашем ансамбле, и ветераны труда, и дети войны есть, и многодетные мамы вот сегодня. Передайте привет. Господи, что меня подвисло. У нас многодетная мамочка еще есть, это Клавдия. Атласова Клавдия, у нее, значит, шесть детей и внуки. Я это... Она сегодня должна была прийти, но все равно заболела, да, поэтому передаем Клавдии огромный привет и пожелание, чтобы она выздоровела поскорее. И еще у нас есть Лидия Гольдман, ей 84 года, она женщина необыкновенная, они две подружки, они прямо как сестры, они даже расстаться не могут вместе с Атласовой Клавдией. И большой вам большой привет, и хочу сказать слова. Русское спасибо вам от сердца, от сердца, скажем, на земле якутской. Мы вас величаем. Доброго здоровья. Мы вас... Вам всем желаем. Спасибо большое. А вот то, что говорила Инна, да, про вас, то, что вы вот действительно очень молодая, я обратила внимание, насколько вы артистичная. Как вы песню проживаете, вы не просто ее поете, да, вы ее как будто вот как актриса. Живем. Да. Откуда вот это вот, если вы не обучались музыке, да, вы не обучались актерскому мастерству, как вот это, или это вот уже у вас есть и все, потому что такое ощущение, что вы прям профессионально это делаете. Мы поем от души. Вот как чувствуем песню, так и поем. Надо любить то, что ты делаешь, да? Русская песня, она всегда хороша во всех. И так приятно, что в вашем ансамбле есть мужчина. Это вообще большая редкость, чтобы мужчины как-то поддерживали, да, вот нас, женщины, в наших начинаниях. Это мы все время куда-то там бегаем, чему-то учимся, где-то поем и танцуем, а вот мужчины не всегда. Михаил, вы вот прям исключение из большего правила. Украшения. Вообще-то я пришел в Ивушку где-то лет восемь, там еще Васильевна руководила. Они раньше у нас с нашей якутской отец двое-трое, это женщины, они тоже были в Ивушке, пели песни с ними и все. И когда Ледмилу Георгиевну провожали на пенсию, и вот тогда мы еще с Томарой Михайловной, пока начинался там вот это торжество, и вот мы там на фойе засекали. Потом я их знал и все встречалось. Когда я пришел, я говорю, что вроде бы меня не уберутся, но я говорю, петь я не умею, но только я за столом, за столом вроде бы, за столом. Ну вот так я к ним влился и все. Но вы хорошо поете? Кроме того, что он поет, вы знаете, как он танцует легко, а ведь ему уже за восемьдесят, а он как у нас порхает, вы знаете, стоит только нашему ансамблю запеть, вы знаете, он выходит, он так элегантно выплясывает, что потом нам, у нас ноги сами тоже ходят в пляс. Он нас просто задором своим берет. Я знаю, что ваш ансамбль еще в парке, да? Вы приходите в парк и в парке поете и танцуете, да? Вот, наверное, Михаил, вы там имеете успех сто процентов. Ну, я бываю редко, просто они вот раньше были, но я стараюсь их поддержать. Там просто так много девушек приходит, женщин и кавалеров там не хватает. Конечно, они, когда люди вот приходят, видимо, потому что гармонист еще у нас, Анатолий, и вот со своей гармошкой, и все, и такой задор, и когда люди проходят, и они как бы остановились, и просто вот прислушивают, смотрят, и все, это интересно дается. А кстати, да, вот про обратную связь. Что для вас самое приятное, когда вы получаете, видите, от тех людей, для которых вы поете и танцуете? Ну что, во-первых, ну, конечно, аплодисменты. Нас они с радостью всегда встречают аплодисментами. По нашим нарядам, по нашим эмоциям, по нашей проходке на сцену люди рады нам. Мы, конечно, этому тоже взаимно рады. Остановимся на этом, потому что у нас сейчас будет короткая реклама, и затем мы на этой же позитивной ноте, я думаю, продолжим. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, скоро увидимся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Посмотрите, как красиво сегодня в нашей студии. В нашей студии сегодня ансамбль «Ивушка». И посмотрите, какая я красивая. Мне сделали подарок. Спасибо огромное за такой шикарный платок русский. Мне прям очень нравится. И еще мне сделали подарок вот такой вот. То есть я уже Новый год практически могу отмечать. Нелли Васильевна, спасибо вам большое. Тамара Михайловна, большое спасибо. И спасибо всем участницам. Вера, Ирина, Михаил за сегодняшний эфир, за такой теплый день, за такую вашу доброту, радость. Вы так улыбаетесь много. Вот вы пришли с этими улыбками, и это так замечательно. Вы такое настроение людям дарите. Спасибо вам большое. И костюмы у вас очень красивые. Я сегодня тоже хочу спросить, как вы сами их шьете, или у вас есть мастер, который их шьет. Но сначала мы все-таки договорим про участников ансамбля «Ивушка». В этот предновогодний день нам очень хочется вспомнить тех участников, с которыми мы начинали. Это было в 2008 году. Наш замечательный гармонист Акимов Анатолий Иванович, когда мы его пригласили к нам в «Ивушку», он с удовольствием наперевес гармошка и вперед. Он так улыбался нашим всем участницам, влюбился в наш ансамбль и был беспредельно. Он каждый раз приходил, не опаздывая, не пропуская ни одной репетиции. Хочу также я вспомнить, да, хочу вспомнить участников ансамбля, которые начинали вместе с нами. Это Григорьева Валентина Михайловна, Пугачева Галина Михайловна, Грузных Эльвира Мефодьевна, Сахадеева Анна Павловна, Давыдова Дарья Петровна была председателем нашего совета ветеранов. Она многое сделала для нас. Сергеева Анна Дмитриевна также очень была нераздельна с нами. Мы очень им благодарны, что с этого мы начинали. Они были самыми первыми активистками, самыми первыми певуньями и под гармонь. Тогда у нас не было музыки другой, только пели под гармонь. И Анатолий Иванович хорошо подбирал, виртуозно играл на этой гармошке. Он один гармонист из десятки. Мы очень рады. До сих пор Анатолия уважаем, любим. Каждый относится к нему очень хорошо. Это Нелли Васильевна Дюминова. Нелли Васильевна. Нелли Васильевна Дюминова говорит как первый руководитель ансамбля «Ивушка». Обязательно. Это очень хорошо, что Вы вспомнили всех тех, с кем Вы начинали. Это же очень ценно, вот эти истоки. А вот это название «Ивушка» кто придумал? Оно так Вам подходит, оно такое нежное. Вы знаете, название мы с самого начала придумали. Потому что было много разных там названий. И мы когда собрались на репетиции и сшили первые костюмы на свои деньги, и мы думаем, как же назвать наш ансамбль? Ведь без названия. И мы его назвали «Ивушкой». Мы много перебирали там, много было названий. И вот в этом наряде мы выступали в театре оперы и балета, на сцене театра оперы и балета, что нас очень это поддержало в жизни. А какие сцены для Вас любимые, где Вы любите выступать, и где бы Вы хотели, может быть, выступить, и что для этого нужно с сегодняшним составом? Ну, выступали мы в основном в реабилитационном центре. Для нас это было очень, не то что накладно, для нас это было очень хорошо. Нас всегда там Розалия Сергеевна принимала с чаепитием, и мы там свои песни репетировали. То есть мы набирались опыта. Ну, вот следующий, конечно, может заполнить нам Тамара Михайловна. Да, Тамара Михайловна. Что же ей интересно нравится? Тамара Михайловна Попова, она сегодняшний руководитель ансамбля «Ивушка». Я говорю, напоминаю для тех слушателей и зрителей, кто, возможно, только что к нам присоединился. Мы часто выступаем еще в ДК Кулаковского, и там нас приглашают, когда выступают все ансамбли города Якутска. И мы их поддерживаем всегда. И танцуем, они поют на сцене, мы выходим в зал и танцуем все. И нас очень любят все ансамбли города Якутска. Так что охотно верю, потому что не любить вас нельзя. Вы, правда, замечательные. А какие планы у вас творческие? Может быть, вы как-то хотите замахнуться на какую-то еще сцену? И, может быть, для этого нужна поддержка чья-то? Ну, конечно, хотелось бы себя показать и на других хорошо посмотреть, чтобы нас видели. Но я надеюсь, что мы создадим в городе Якутске привет, Андрей. И также хочу поучаствовать с вами вместе. – Да? – Да. – Какая прелесть. Я только за. Тем более я теперь буду прямо даже… – А мы вас нарядим в такие костюмы, какие у нас. – У вас такие кокошники замечательные, такие красивые сарафаны. Кто это все, такую красоту создает? – Ну, мы эти костюмы шили, ну, как-то… Я один раз пришла на репетицию, и Нелли Васильевна спрашивает, «Ты откуда?» А я говорю, ну, я в детсаду работала немножко, подрабатывала. И меня пригласили, чтобы я спела русскую песню. И я быстренько за одну ночь сшила себе костюм. Нелли Васильевна говорит, «Ой, какой хороший!» Я говорю, «А давайте в Юшком сошьем эти костюмы». Но нам помог на эти костюмы Слоик. И еще у нас депутат есть, который нам очень помогает. Это Бежинян Артак Самвелыч. Такой молодец, он нас и приглашал. И чайпитие для нас создавал, на 8 марта приглашал. Мы так хорошо отдохнули. И вообще очень хороший человек. И еще мы надеемся, что мы не один раз к нему обратимся. Мы написали письмо, чтобы он нам помог. Ну, ждем ответа. Потому что вы же несете русскую песню. Вот эта сохранность традиций русских. И потом вы несете такую ценность, как семья. Потому что вы рассказали про ваши семьи. Поддерживают ваши родители музыкальные. Потом дети, внуки поют. У Тамары Михайловны вообще внуки просто настоящие артисты. Мы за кадром познакомились поближе. С семьей вы мне рассказали, поделились. Это удивительно. Все красивые, во-первых, у вас в семье. Просто генетика у вас шикарная. У них и папа на гитаре очень хорошо играет. Гитары у него такие классные, электронные. Ага. И все дети, все и ионика есть, и гитары есть. И все. Даже малыш у меня, вы, наверное, видели, как ноты берет, нажимает на клавиши и поет. А-а-а. Опять другую. А-а-а. Прямо артисты. А внучка так вообще-то артистка. Любовь к музыке придаются. Про внучка, то есть. А вы за сценой, кроме мероприятий, как-то сами в такой обычной бытовой жизни общаетесь? Как время проводите вместе? Мы очень часто навещаем друг друга, ходим на дни рождения. И вообще у нас нет ни одного дня, чтобы мы не позвонили и не спросили, как здоровье. Вот у нас же есть еще вторая песня. Мы можем ее сейчас спеть или ближе к концу передачи? Просто сейчас как будто бы по настроению. Ну, давайте сейчас можем спеть. Давайте, а потом вернемся к разговору, чтобы мы успели, чтобы мы... В этой песне мы запеваем с Нелли Васильевной, а ансамбль нам подпевает. Угу. ПЕСНЯ 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 Без звёзд, без кострамы, Снега на крыльчке. Давайте от мамы, Давайте от печки. Моё тепло, моё тепло, Вновь потепление. Трещат дрова, Любовь жива, И в прагновение. Давайте сначала от поля и речки, За головой реча. От печки, от печки, Без звёзд, без кострамы, Снега на крыльчке. Трещат дрова, Без звёзд, без кострамы, Снега на крыльчке. Трещат дрова, Без звёзд, без кострамы, Снега на крыльчке. Моё тепло, от поля и речки. Спасибо большое. Вот такие чудесные песни нам сегодня дарите. Ещё раз для наших слушателей и зрителей скажу. Нелли Дёминова, правильно? Дёминова, да. Правильно, наконец-то вашу фамилию правильно назвала. Тамара Попова, Вера Дудко, Ирина Ананина, Михаил Басов. Спасибо вам большое. Ансамбль Ивушка сегодня в нашей студии. Сколько у вас благодарностей, сколько у вас дипломов. Это только за этот год. Это только за этот год? Только за этот год. Надо же. А в этом году вам 15 лет вашему ансамблю. Да, в апреле месяце. Был у вас, получается, такой юридивей. Мне кажется, вот эту передачу мы подытожим, приурочим к этому юбилею. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, что вы сегодня пришли. У нас остаётся не так много времени до конца эфира. Может быть, и какой-то вопрос вам не задала, а вы хотели бы на него ответить. Или, может быть, какие-то у вас есть слова, которые вы хотите сказать для наших зрителей и слушателей. Пожалуйста, каждый из вас может сейчас это сделать. Я хочу передать, что я приглашаю вас всех на гости к себе на 21 декабря к часу. У меня всегда двери открытые. Ансамбль «Левушки» все знают. Да, она всегда нас приглашает. Всегда мы у неё в гостях. А я хочу пожелать сегодняшней «Левушке» хороших успехов, хороших песен, замечательных выступлений, талантливых людей ещё в наш ансамбль, молодых, талантливых и, конечно же, хороших зрителей. А вот ваш ансамбль вы приглашаете. Вы, любой человек, вот, допустим, сейчас, например, нас смотрят, зрители, да, и слушают слушатели. И кто-то вот хочет петь вот так вот русскую песню. И он может выйти на вас и просто прийти и сказать «хочу петь вместе с вами». Конечно, к Тамаре Михайловне подойдёт. И потому что у нас люди ведь, знаете, в возрасте, они уже постепенно уходят или уже не ходят. Поэтому приходится, люди приходят молодые, а молодые всегда нужны. Поэтому мы никогда от них не отказываемся. Если он любит и умеет петь, и любит песню, это в первую очередь. Да, песню русскую любит. Русскую песню, да. А нам кто-то позвонил. Давайте послушаем. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. От души я его сегодня услышала. У меня 84 года. Так я люблю русские народные песни. Мы в молодости здесь росли в этой песне. Благодарность. От души большой-большой благодарность этой детям, девочкам. Для меня они дети же, про бнуки даже. Как вас зовут? Желаю всего-всего такого, чего они хотят в этот год самым удачным, самым величайшим достижением. Очень даже в душе благодарю за эту передачу, за эту песню душевную. Спасибо вам большое за ваше внимание и за пожелания. Спасибо вам тоже всего. Спасибо большое. В преддверии Нового года мы выходим. Действительно, можно уже и пожелать, и загадывать какие-то планы на новый 2024 год. Пусть всё сбудется, то, что вы хотите, действительно. И та доброта, которую вы дарите людям, пускай стоит, и к вам вернётся доброта, радость, вот это вот удовольствие от любимого дела, которое заряжает, когда смотришь на вас и думаешь, боже мой, ну уже ничего не страшно теперь. И сегодня вы пришли заранее на эфир, вы так подготовились. Тамара Михайловна, вообще столько всего... Я просто была поражена, вот насколько человек ответственный, да, и Нелли Васильевна тоже. Такие молодцы. За час пришли люди до эфира. Минута. Мне бы так. И мы сегодня, когда общались с коллегами, все сказали, это мощь, это люди, это мощь, просто вот это ваше поколение. И ничего нам не страшно с такими людьми, которые и песню споют, и улыбаются, и радуются жизни, и слова добрые найдут, и подарки такие красивые подарят. Спасибо вам огромное. Я благодарю вас ещё раз за то, что вы нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Ещё раз хочу назвать сегодняшних гостей нашей студии. Сегодня были Нелли Дёминова, первый руководитель ансамбля «Ивушки», Тамара Попова, руководитель ансамбля «Ивушки». Сегодня Вера Дудко, многодетная мама и бабушка с огромным количеством внуков, Ирина Ананина и Михаил Басов. Всем огромное спасибо. Я вас очень всех полюбила. Нашим слушателям и зрителям большое спасибо за внимание. И оставайтесь на нашем канале «На нашей волне».